ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД 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 трех СРО. Это своеобразная прослойка между центральным банком и кредитными кооперативами. Буквально в 2021 году мы прошли дистанционно в связи с ограничительными мерами проверку. Мы прошли успешно, поэтому работаем дальше. Ваши пайщики и ваши клиенты, кто они? Это бизнес, большей частью, которому нужны деньги для каких-то своих целей. Это обычные граждане, которые хотят приумножить сбережения? Давайте проговорим такую вещь, что у нас по факту два направления. Мы маленький банк, мы привлекаем деньги и выдаем деньги, как я уже говорил. Соответственно, в этих двух направлениях свои разные клиенты, своя целевая аудитория. В первом случае, где мы привлекаем деньги, когда мы открывались, это были в основном бабушки, условно. Обычные граждане, у кого есть сбережения. Да, это доход выше среднего. Да, это бабушка. Сейчас, уже мы работаем 8 лет, эта граница чуть-чуть сместилась, появилась молодежь. То есть, молодежь постепенно начинает задумываться, что нужно копить. Копить на машину, например, на путешествия. То есть, на такие вещи, ну, понятно, это не миллионы, но какие-то маленькие-маленькие губышечки, они все равно у нас держат. И мы им помогаем в этом плане. То есть, у меня вот есть знакомые, которые пришли, мы встретились в кооперативе, и они копят там на путешествие каждый раз. То есть, в сентябре они начинают, в мае заканчивают, летом они отдыхают. Вот такая вот семья молодая, 25 лет ребятам. Раньше это были в основном более... Ну, пенсионеры у нас, у нас пенсионеры люди бережливые. Они привыкли все время откладывать, да, как-то денежки копить, поэтому понятно. Если же мы говорим про заемщиков, то это в основном фирмы, директора фирм, фирмы. То есть, это все-таки бизнес, заемщики это бизнес. Да, причем это крупный бизнес, участвующий в госконтрактах, строители, торговая компания, производственная компания, металлообрабатывающая компания. То есть, компании, которые участвуют в госконтрактах, и у них большие-большие обороты. То есть, это вот наш целевой сейчас клиент, с которым мы работаем. И он по всей России в основном разбросан. То есть, у него там юрлицо в Москве, например, или в Кире, или в Нижнем Новгороде. А это очень крупная организация. И есть филиалы, да, в разных городах? Вы как-то, ну вот, делите ваших клиентов на частины какие-то, условно говоря, там, крупный бизнес, малый бизнес, еще что-то там. И есть ли какие-то отличия в том, как вы с ними работаете? Есть отличия, ну, внутри вообще направления займа есть свое направление. Три продукта. Под направление. Да, под направление продукты, условно. Это займы под ПТС, это займы на оборотные средства и тендерный займ. В принципе, в общем и целом, проверка клиента, она никак не влияет на вид продукта. То есть мы, что выдавая 50 тысяч рублей, что выдавая 10 миллионов, мы одинаково проверяем клиента. То есть это бюрокредитных историй, это мониторинг, это приставы налоговые, ну и так далее. То есть прежде чем человеку выдать деньги, вы проверяете, насколько способны вернуть там, да, занятые средства, та или иная организация. Это к вопросу о том, что ваши пайщики, те, кто вкладывает деньги, могут быть спокойны в этом смысле. Да, 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 да. Вы правильно мыслите, правильный вопрос. В том плане, что многие, когда вкладывают денежные средства, спрашивают, как вы зарабатываете. Да, какими инструментами вы пользуетесь. Да, и какие гарантии, защита гарантии. Поэтому вообще, если говорить про гарантии, то очень много, многошаговая такая история. Мы сейчас поговорим более подробно. Да, мы сейчас поговорим. Вернемся к нашему вопросу по проверку. Помимо этого, нам вот, если мы берем, например, ПТС, займы под ПТС, то нам не так принципиален залог. Нам все равно, мы понимаем, мы оцениваем этот залог, смотрим, сколько он стоит на рынке, ликвидационная стоимость и так далее. Но нам всегда важно, чтобы клиент был благонадежный и платежеспособный. Это максимально важно, потому что, какой бы ни был залог, мы не за залогом выдаем деньги. Нам нужно, в первую очередь, вернуть деньги наших пайщиков. Для этого нам нужно, чтобы клиент был хороший. Как-то вы проверяете тех, кто приходит к вам с деньгами? Есть ли какие-то особенности сейчас? Требуется ли у человека спрашивать, а где это вы взяли такие деньги? Конечно, есть Росфинмониторинг, который никто не отменял в любой банковской финансовой схеме, организации. Поэтому мы проверяем в любом случае на финансовый терроризм и так далее. Но в нашей Киевской области, по крайней мере, у нас... Все благополучно. Благополучно. Финансовым терроризмом пока никто не занимается, слава богу. То, как говорится. В целом, всегда все равно проверяем всех наших пайщиков. То есть, это проверка службы безопасности, это в любом случае. Без этого никак. То есть, в современном мире, в современной организации это должно быть. Но любой желающий за 16 лет может к нам прийти и стать нашим пайщиком. Самое интересное, он может не обязательно стать нашим сберегателем или заемщиком. Он может изначально просто стать пайщиком. И, например, за нами наблюдать. Ходить на внутренние мероприятия. Ходить на общее собрание пайщиков. Где он будет уже участвовать в прямом, так сказать, управлении кооператива. Ведь нужно понимать, что каждый пайщик это своего рода учредитель этого кооператива. То есть, нет такого, что кто-то делится там по сумме и так далее. Нет, все пайщики это все учредители. Все имеют право голоса. Да, у всех есть один голос. У каждого пайщика один голос. И они же... Вот есть мероприятие. Давайте отойдем. Это общее собрание пайщиков. Очень уникальное мероприятие. Потому что, во-первых, а, в банках такое не проводят. И свои сберегатели не знают, как внутренняя кухня это вся проходит. Б, многие кооперативы это не делают. Мы это делаем 8 лет. Это вообще прописано в законе. Мы обязаны делать. Типащики обязаны прийти на такое мероприятие. Присутствовать. И отдать свой голос. Как правило, это какой-то большой актовый зал. Ну, что-то банкетный зал. Это раз в год проходит. Это раз в год. Вот в этом году мы проводили своего рода бизнес-ланч. Это приятное с полезным. То есть мы решили не занимать много времени. То есть бизнес-ланч. Мы приятно проводим время. То есть обедаем все. И сразу же голосуем. На этом мероприятии выступают представители правления. Главный бухгалтер. Ревизионная комиссия. Мы, кооператив, ну, мы отчитываемся, сколько денег мы потратили. Сколько мы планируем заработали. Куда мы заработок наш распределили. Какие у нас планы на будущее. То есть прямо это все в документах. Далее идет голосование. То есть мы не можем поменять там какие-то положения, моменты в уставе без... Участие пайщиков. То есть они свой голос должны... Они должны задать свой голос. Поменять юр-адрес, поменять положение, поменять продукт кардинально, например. Вести новый продукт. Даже так, да? То есть даже при введении новых продуктов вы с ними советуетесь. Да, то есть мы можем корректировать продукт. Но если это кардинально новый продукт, в любом случае это все голосованием пайщиков. Да, в банках, конечно, такого нет. Ну, говорю, самое главное, это финансовая отчетность, которая есть. То есть любой пайщик приходит, он видит всю финансовую отчетность. кооператива прям как прозрачно прозрачно максимально и до мероприятия то есть до общего собрания пачеков каждый пачек может подойти в офис и ознакомиться с всеми документами еще лично но имеется ввиду что прям посидеть почитать увидеть посмотреть изменений и так далее и уже потом придя на общее собрание отдать свой голос либо не отдать свой голос как-то так и это очень уникальное мероприятие потому что в банках такого нет никто никогда не знает как это все проходит куда банк вкладывает твои деньги это про высокорискованные уложения там там и подавно такого нет то есть вот это большой плюс нас и ну за это нам пачки доверяют то есть понятно то есть у них всегда есть возможность вас контролировать получается конечно конечно есть резиновая комиссия которая говорит это объединение маленькие то есть внутри кооператива это три пачка объединились и вот они следят именно за работой нашего административного ресурса ну то есть это ваш маленький наблюдательный совет и не такие говорят а я вот это вы плохо делаете например а я и так далее то есть это они смотрят и ну как раз в общем собрание пачков отчитываются за все наши условные косяки если они есть либо нет косяков говорят так и так так и так это люди получается не заинтересованы то есть они точно такие же пайщики как все остальные они вам не подчинены они зарплату не получают они заинтересованы в том чтобы все было максимально прозрачно конечно конечно и максимально эффективно конечно это как знаете этот старо со старше дома внутри такие вещи которые но понятно они понятны кстати всем это работает совершенно верно давайте мы вам немножечко конкретики добавим в нашу беседу то есть вот мы говорим с вами про например средства которые вкладывают под рост ну в рост да под процент процентная ставка который может получить человек который приходит к вам в качестве пайщика она чего зависит от количества денег которые он вложит от срока на который он вкладывает эти средства в этом смысле вы на банк похожи или у вас как-то по другому все устроено смотрите есть максимально допустимая ставка по сбережениям она складывается из ставки рефинансирования центрального банка умноженное на 2 то есть эта формула прописана в законе и на следующий день это тринадцать с половиной процентов годовых у нас же внутри уже то есть мы поняли есть максимально допустимая ставка и дальше мы от нее уже делаем градацию градация зависит напрямую от срока то есть есть до шести месяцев ставка поменьше после шести максимальная ставка сумма нам не принципиально вы можете принести 10 тысяч рублей можете принести 10 миллионов отношения наши как клиенту вам никак не поменяется то есть все пачки в этом плане едины и это основной закон кооператива что единство пачков равноправие про пайщикам оно должно соблюдаться во всех его отношениях что в плане продукта что в плане отношений обслуживание и так далее соответственно ставка здесь только по факту от срока далее уже внутри продукта есть различные виды получения процентов ежемесячно в конце года на карту либо лично в офисе ну и так далее то есть это каждый пайщик сам если ему удобно получать 25 числа например он получает даже под конкретную дату можно договорить то есть конечно он получает 25 числа тут для нас это не принципиально ну как у нас же это все автоматизировано зачем то есть усложнять себе самим себе жизнь программа считает пачки получать свои проценты история займами она тоже как-то градация есть там до в процентах которые платят люди да тут все конечно же рублю больше уже зависит от суммы ну то есть от этого в принципе меняется продукт то есть если за мы говорим мы прозраем под птс это три с половину это займ под что такое займ под птс это у каждого транспортного средства есть паспорт паспорт технического средства птс все да совершенно верно прошу прощения может быть языке да это сказал да это под автомобиль под залог автомобиля если мы говорим про займ про залог автомобиля то это как правило сумма до миллиона рублей 200 370 это небольшая небольшая да это сумма которая нужна сиди сейчас под под залог автомобиля на нем маленькая если мы говорим тендерный займ или займ под пополнение оборотных средств это уже более крупно это 5 миллионов 10 миллионов то есть и тут соответственно и ставка зависит от суммы чем больше сумма тут напрямую как в банке чем больше сумма тем меньше ставка в целом и общем больше ничего не меняется также то есть такая же точная история люди приходят люди встречаются со специалистом и объясняют спрашивают что они хотят какая форма их наиболее устраивает и дальше они уже выбирают для себя тот продукт когда совершенно верно то есть если мы говорим про организации то в любом случае мы смотрим финансовую отчетность посмотрим поступление дежурных средств контрагентов проверяем то есть наше главное ну мы проверка вот точно такая же как в банке то есть в банке вам нужно для получения займа пять недель а нам нужно один день а если предварительно же нет это вообще один час то есть случае у нас в компании про как правило если клиент обращается с полным пакетом документов то если в 10 утра он обратиться к нам в 16 часов он получит уже 10 миллионов но ни один банк никогда такой скоростью не может обладать ну в силу того что опять же перекрытие вы в этом смысле просто спасение для бизнеса которые срочно нужны деньги зачем-то да вот надо и все там как правило говорят мы рассказываем там беседах и так далее в каких-то дискуссиях и все люди задают вопрос почему к вам идут они идут в банк вот я рассказываю что ли что у юра лицо давайте представим что здесь не вам нужно 10 миллионов а вот у вас москве стоят там 30 по вагонов металлов по акции и через пять недель ты их уже не останется ну конечно их разберут их разберут их них уже сегодня скорее всего сегодня не заплатите их уже вечером не будет скорее всего они сегодня вечером уедут либо к нам либо в к нему там санкт-петербург например и вот мы в таком случае спасением да потом заемщик идет куда-то перекредитовываться где у него там есть кредитные линии одобренные лимиты и так далее но здесь сейчас мы помогаем а если мы говорим например про тендерные займы это то есть тендер объявляется там за две недели нужно подать заявку собрать документы и понимать что ты сможешь осилить этот тендерный займ но это же нужно выдернуть деньги из оборотки и не всегда получается то есть не у всех организаций есть 30 миллионов возможность выдернуть из оборотки нет конечно же они берут деньги в банке но опять же в банке нужно пять недель может быть и дольше может быть и меньше а ты но без гарантии что быстрее полу да без гарантии а тендер тендер отыгрывается за две недели соответственно ты если выиграешь может быть это тендер но не сможешь его выполнить в силу того что нет финансирования тебя не занесут в лист недобросовестных поставщиков языка прошу прощения исполнителей соответственно ты не сможешь три года дальше участвовать в тендере но это практически все потеряешь до чего работаешь да соответственно это слишком высокорискованно поэтому мы в данном случае ну прям спасение для бизнеса и тысяча один пример и бизнес потом приходил ребят спасибо потому что ну я если бы вас не знал я бы наверное сегодня уже этим не занимался то есть вот такая у нас социальная какая-то определенная миссия мы что помогаем что юридическим лицам что социально незащищенному слою населения бабушки дедушки им накапливать причем они копят на день рождения там не на день рождения внучки например на квартиру детям на машину внуку но какие-то такие вещи не для они копят как правило не для себя они копят для кого-то им нужно вот это максимально за короткое время максимально накопить понятно что они не могут играть на бирже играть в инвестиции и уж тем более покупать биткоины да совершенно верно это ну не их история и им сложно это сложно понять что такое блокчейн и так далее им проще принести деньги и забрать стабильно забирать процент каждый месяц и так далее либо так как правило бабушки этот процент дальше вкладывать чтобы было больше больше капитализация да совершенно верно и в этом плане ну мы тоже для них спасение потому что доходность как правило два раза выше чем любой другой организации чем в банках например берем да потому что в банках процент конечно ниже данила вот мы говорим про то что средства которые получают ваши вкладчики ваши пайщики да это средства которые дает тот самый бизнес приходящий к вам за займами например да а на чем-то еще вы зарабатываете то есть еще какими-то инструментами вы пользуетесь знаете вот мы работаем 8 лет и очень хорошо кредитуем то есть мы понимаем что мы там в кире один из самых лучших кредиторов в плане аналитики и так далее но нет предела совершенству и мы развиваемся только в этом направлении мы меняем чуть свой продукт потому что раньше у нас было под залог там недвижимости частного сектора то есть мы очень активно кредитовали в москве под залог коттеджей дачи и так далее но тоже связи нюансы вот продукт чуть корректируем но остаемся все равно в кредитовании потому что ну во первых это основное направление кредитного кооператива которая чем может заниматься кооператив то есть это прописано в законе то есть но другими вещами особо кооператив не имеет права заниматься то есть такой момент мы не хотим кредитовать микрозаймы то есть 50 30 10 тысяч рублей это не наша история потому что ну это опасно это опасно это другой кондиционер людей это беззалоговый это как правило недоброкачественный клиент и то есть велики риски что деньги которые пасчики вам принесли вам заемщик этот вот который не вернет не всем ответственность у нас ну словно среднюю бабушку говорить она 5 числа каждого месяца стабильно получают свой процент свой процент и у нас этих бабушек словно тысячи и они все получают свой процент каждый день раз в месяц и не на 1 рубль не на один день позже не было такого чтобы они не получили мы несем ответственность за их благополучие соответственно выбирая заемщика которому мы дадим деньги но мы несем также эту ответственность вы должны понимать что человек деньги вам вернет что 5 числа каждого месяца ваши вкладчики получили и получили свои проценты конечно представьте какой будет резонанс или какой-нибудь пальчик получит на копейку меньше это уже резонанс у нас не было такого за 8 лет ни одного резонансного случая поэтому когда мы говорим про микрозаймы мы не хотим потому что это очень опасно это уже мы не можем просчитать эти риски но с точки зрения финансовой аналитики и так далее поэтому мы в эту историю не идем я этого инструмента достаточно то есть рынок займов он необъемлемый всегда людям нужны деньги развитие бизнеса это яду ближайшем будущем и в далеком будущем я не представляю как людям не нужны будут деньги то есть на биржи на деньги ваших пачеков вы не играете да 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 нет нет тут риска нет никакого что кто-то где-то прогорит какая-то компания потеряет вообще процентом до стоимость своих акций и люди соответственно как фиржен галактик мы такого нет такого нет да данила кредитно-потребительские кооперативы иногда сравнивают с ммм да вот с тем продуктом который в 90-е был на рынке в россии насколько это сравнение корректно как вы защищаете как защищены средства пайщиков какие гарантии знаете вот мы работаем 8 лет и каждый день каждый пайщик который к нам приходит он видит страх и недоверие в глазах при первом нашем знакомстве он боится оторвать ну то есть оторвать себя свои сбережения и передать условно незнакомому человек это даже на психологическом уровне очень тяжело то есть взять сумму денег и отдать незнакомым людям а мы уже говорим про организацию и так далее поэтому ммм это черное пятно нас нашей истории и она мне кажется долго будет отражаться помимо есть и другие плохие черные кредиторы недобросовестные игроки и рынков на даже в наше время ты банков до банки решается то есть там 2019 20 год там 400 банков лишилось лицензии это не так масштабно обсуждается но все же факт есть факт и мы не все банки имеют выплатили своим сберегательным свои процесс сбережения что касается нас то есть ну вообще киперать кредитных кооперативов есть ряд критерий по шаговой гарантии которая гарантирует ну возврат денежных средств самое крупное что есть в центральном банке то есть это мы под контролем центрального банка у нас есть свой куратор центральном банке мы посылаем отчетность то есть нас прям сильно плотно кукурирует и смотрит сверху центральный банк российской федерации точно так же как за банками центробанк наблюдает и за вами тоже и сро в сро из комиссионный фонд комиссионный фонд это фон то есть я уже говорил что всего сро 34 по россии все остальные все кооперативы в них состоят и вот все кооперативы ежеквартально посылают в комиссионный фонд определенный взнос случае чего если какому-то кооперативу плохо разные ситуации бы метеорит упал на офис ну к примеру то сыро выделяется до комиссионного фонда средства для того чтобы кооператив не рухнул ну помогая этому то есть такой тоже знаете этот кооператив среди к оператив кооперативов да совершенно верно далее понятно за нами наблюдает росфин мониторинг и подобные контролирующие организации это мы говорим что право гос но государственный надзор да да такого образа государственный надзор далее есть внутренние системы гарантии это резервный фонд то есть это фонд на основе которого мы формируем начете стороннего банка то есть наша маленькая кубышка на непредвиденные сложные расходы как правило связано например с дефолтом ну то есть заемщиков если какой-то заемщик все перестает платить то есть из этого резервного фонда чтобы мы комментируем наши потери но самое главное наверное это схема работы кооператива то есть это самое главное что есть и гарантирует вам возврат денежных средств как пайщику потому что я говорю можно всегда выдавать поставить табличку дам 5000 за 5 минут дешево дешево до под ноль процентов 1 ну знаете там как-то будет очень много людей очень много денег вы выведете а вернет из них очень мало очень важно смотреть что кооператив кредитует зарабатывает за счет этого кредитует давно успешно то есть он кредитует бизнес да у нас все займы же не обеспечены либо поручительством либо каким-то залогом то есть нас нет такого что заем не обеспечен ничем то есть мы не можем выдать просто юрлицу без обеспечения какого-то то есть всегда поручиться в учредителей, либо залог в виде недвижимости, либо движимого имущества. — Гарантия того, что средства заемные все равно вернутся в том или ином виде. — Конечно, конечно. Поэтому это самое важное. Вот я всем патчикам говорю, всем новым клиентам. Не нужно хранить деньги в одной корзине. Это все знают с детства. Хранить нужно в банке, в другом. — В разных инструментах. — Да, есть виды портфелей. Сокорискованный, низкорискованный, среднерискованный. Мы среднерискованный портфель. Соответственно, если вы храните в нескольких, то всегда смотрите, когда организация зарегистрирована, как давно работает. Поспросите, почитайте устав, документы и так далее. Посмотрите, вообще работает ли. Придите в офис. То есть вы нашли сайт, пройдите в офис, посидите, посмотрите, как много клиентов туда ходит. Попите, попросите кружечку чая, поразговаривайте с менеджерами. То есть как за счет чего они зарабатывают. Такие вопросы, которые нужно смотреть. Смотрите отзывы всегда. Это все легко проверить, все легко посмотреть. Не надо просто нести, сломя голову, вот там у них 15-20% годовых, вот им 100 тысяч рублей, дайте мне 15 тысяч. При том, что максимальная ставка 13,5. То есть это закон. Выше него нельзя работать. Ну просто есть слово нельзя. Нельзя же на красный свет дорогу переходить. Ну вот здесь так же точно. Да, здесь то так же. Элементарные правила надо соблюдать. Включать голову и выбирать те инструменты, которые надежны. Данила, у нас, к сожалению, время эфира заканчивается. Должна спросить вас. Ну и давайте мы просто слушателям нашим скажем, как вас можно найти. Восемь лет работает кредитно-потребительский Кооператив, кредитный клуб «Делай деньги». В городе Кирове у нас два офиса. Это Ленина 85, Красина 45. Нижний Новгород – это Максима Горького 148. Москва – это офисный центр «Веплаза» на Варшавке. Ну и все эти контактные данные наверняка можно на вашем сайте найти. Конечно, да. Делайденги.ру. По-английски буквально. По-английски, да, как слышатся такие. Потому что очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо, взаимно, взаимно. Данила Ведерников в нашей студии был, директор кредитно-потребительского кооператива «Кредитный клуб «Делай деньги». Пожалуйста, сберегайте с умом. Спасибо. До свидания. До свидания. Кредитный потребительский кооператив «Кредитный клуб». Программа сбережений «Максимум». Минимальная сумма сбережений – 10 тысяч рублей. Максимальная – 20 миллионов рублей. Ставка до 6 месяцев – 12,5%. От 6 месяцев – 13,5% годовых. Сроки от 1 до 36 месяцев. Срок займа по программе «Займы под залог автомобиля» от 1 до 12 месяцев. Минимальная сумма – 50 тысяч рублей. Максимальная – 1 миллион рублей. Процентная ставка от 24 до 27,6% годовых. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом или пайщиком кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб». Возраст от 16 лет. Вступительный взнос – 100 рублей. Обязательный паевой взнос – 2,5 тысячи рублей. Он возвращается при выходе из кредитного потребительского кооператива. Член кредитного потребительского кооператива «Пайщик» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК «Пайщиков». Информация актуальна на 6 октября 2021 года. Подробную информацию уточняйте у специалистов в офисах кредитного потребительского кооператива «Кредитный клуб» по адресам город Киров, улица Ленина, 85 или город Киров, улица Красина, 45, а также по телефону 711-001 или 8-800-333-4201. Звонок бесплатный. Полезный город.